Сразу хочется сказать о поправках, но сперва я скажу о хорошем, что мы с удовольствием поддержим оба проекта закона. Это действительно очень важно и, видимо, завтра Совет Федерации свою задачу выполнит. И президент подпишет, и в субботу обликуют, и в воскресенье крымчане проснутся уже полноправными. Гражданами нашей страны, поскольку референдум это была помолвка, а регистрацию нужно получить в ЗАГСе. Вот ЗАГС здесь, когда мы простампуем, и будет документ, с вами всеми подтвержденный и заверенный. Но другой вопрос. Как все это получилось? Вот в этом зале в 97-м году вы все, не вы сидящие здесь, кто сидел, голосовались с договора о дружбе с Украиной, кроме фракции ЛДПР. Два года назад вы здесь сертифицировали Харьковские соглашения, кроме фракции ЛДПР. Можно делать вывод, наконец, какие партии хотя бы на 10 лет вперед могут смотреть. Заштампуйте о дружбе 70 лет, а потом начинаем оставлять в беде. Нам хорошо сегодня утверждать договор о присоединении. А 23 года они там изнавали под этим ермом. Сколько уныло там людей, не дождавшись того часа свободы. А потому что вы, депутаты, свои законы принимали, по которым ничего нельзя было делать. А мы не поддерживали. Знали, что так будет. Да вы почему так поддерживали? Те, кто в 99-м году сидел, и вы сидели здесь, когда Харьковские соглашения. Потому что вы не знаете, видимо. И в МИДе не знают. И во многих инстанциях не знают, что такое национальный вопрос. Вы все говорите про вечную дружбу народов. Даже ГИН был. Союз нерушимый республик свободных. Нерушимый. Так разрушился он. А сколько лет пели песню все. Союз нерушимый. Все верили. Верили. Так не получается нерушимый. Здесь представитель комитета говорит, что сухопутная граница Крыма навсегда установлена. Не заблуждайтесь, депутат Слуцкий. Наоборот, нам эта государственная граница не нужна. Нам нужно дальше двигаться. А эта граница рано еще делать ее навсегда. Вы говорите, навсегда бросит русских. Миллионы русских бросит в Донбассе, в Терсоне, в Николаеве, в Днепропетровске, в Луганске, в Запорожье, в Одессе. Кусочек взяли, ну ладно, и эти русские пусть погибают. Та же самая политика, как делали коммунисты с 17-го года. СССР образовали. И чем кончилось все? Вот какие надо выводы сделать? Нельзя ярых антирусских элементов втягивать в свое государство. Не надо было отдавать восточные, восточные, западные земли. Донбасс, Одесса. Украина это вот центр. Киев, Житомир, Полтава. Все. Хмельницкий, Кременчук. Все. Зачем мы лепили еще? Отдаем отсюда. С запада. Слепили целое государство. Но оно же не жизнеспособное. Вы понимаете, что слепили, чтобы показать? Вот социализм. Вы видите? Вы получили, украинцы. Украинцы тысячу лет бились и ничего не имели. Все, что им дала советская власть. Зачем? Чтобы все отобрали у нас с вами, и мы спасаем русское население. Это же ошибки. Чтобы я сделал в 45-м году, в 40-м году, не Украине давать территорию, а Российской Федерации. Вот те западные, которые мы отдали Украине. И Донбасс нужно было давать. Ничего. Была бы маленькая Украина, как Болгария, Словакия и Сербия. 5-6-7 миллионов. Без угля и без хлеба. Вот пускай они себя как государство и как-то позиционируют. Надо понимать, что делать. Здесь нам говорят, не в Петровск, какие-то заводы, лучшие самолеты, лучшие ракеты. Опять ошибка. Нельзя ничего строить в национальных регионах. Ни одного завода. Тем более мощные ракетные комплексы. Чем мы хвалимся? Вместо того, в России в глубине построить. А тут гуляй поле пускай будет, без махно. Нет ничего. Поле и все. И на лошадях скачет Новый Гоголь и пишет там новую, там, мертвые души. Вся мертвая Украина. Там никуда бы они не пошли. Ничего бы они не посмели сделать. Не было бы никакой промышленности. Это русскую промышленность им дали. Это русская промышленность. Там нет украинской промышленности. Все эти атомные станции построили. Ни одной атомной станции нигде не строят. Чтобы все стоял в рубильниках, стоял в Кремле. Надо дать им свет. Нет в темноте, подыхайте. Вот так нужно управлять миром. Вы все раздали. Атную станцию, заводы, автомобили, трактора, ракеты. Все, ребята, берите. Они разбежались. Сделали их космическими станциями. Оторвали от Средневековья. Опять договора принимаем. Принимаем, по кусочку будем возвращать. Но не все дождались этого радостного, радостного такого события. Почему я так говорю? Потому что вы и меня бросили. Туда, в Среднюю Азию. Вы построили Туркестанно-Сибирскую дорогу. Погнали русских рабочих инженеров. А их потом оттуда пинком под зад погнали через 20-30 лет. А если бы там не было бы, этой Туркестанно-Сибирской дороги, пусть бы на осланг бы они везли нам свои помидоры, и виноград, и дыни, и арбузы. Вы бы на русских границах у них взяли бы за копейки. И пускай дальше бредут. На верблюдах и на овцах на своих. Вы бы создали все. Космические станции там построили. Они все отобрали. А русских выгнали. И так повсюду происходит. Еще в 1848 году русский царь Николай I спасает монарха Австро-Венгрии. Русская армия идет через Галицыну, Закарпатье. Русские люди встретили. Наконец русская армия пришла. Кого спасала русская армия? Чужого монарха. Зачем спасала? Разозлили венгров, чехов. Всех разозлили. А где монарх этот? Его все равно нету. Но погибли русские солдаты, и мы бросили русских на западной границе. Почему ошибка? Николай I думал о монархии. Он боялся, что его монархия рухнет. И послал армию спасать чужую монархию. Как и Николай II потом посылает армию спасать православных. Не надо спасать по этому принципу. Защищает главный народ. Основа России и русский народ. Ни один царь ни слова не сказал хорошего про русский народ. Ни одного слова. Ни разу не приспешивали. Все были немецкие цари. Немецкие жены у них были. Немецкие ученые были в Российской Академии Наук. Вот легли под немцев. Вот это все последствия. Той кадровой политики. А потом коммунисты ради коммунистов все делали. И разбросали все ресурсы по всему миру. Всем помогли. А сейчас хоть кто-нибудь нам помогает. Хоть кто-то нас поддерживает. Ни какой солидарности. До сих пор их всех содержим здесь внутри нашего СНГ. А то Грузия вышла из СНГ. Теперь Украина выходит из СНГ. А кто дал право СНГ создавать? А что они забыли, что мы в этом зале в марте 96-го года отменили артификацию соглашения об СНГ. Его нету. Почему наш дорогой министр об этом не говорит? В этом зале. За это Ельцин вбел войска сюда. Если бы я и Зюганов были бы другие руководители фракции, был бы переворот еще один. Как в 91-м году. Но мы же отменили. Это же юридический документ. Что же Буш, вернее уже Барак Обама, не вспоминает? Что, кого ты защищаешь? СНГ можно распускать, пожалуйста. Потому что его нету. Мы отменили артификацию. Не они вышли из СНГ. Грузия или Украина. А мы в этом зале отменили. Поэтому все документы имеют большое значение. И не надо создавать искусственное государство. Не надо делать ставку спасать чужих монархов. Спасать какую-то левую коммунистическую идею. Спасать где-то православных. И губить собственный народ. Фундамент. Россия и русский народ. Поэтому над ним издеваются сегодня и в так называемой братской Украине. Издеваются. Как издевается наша пятая колонна. Зашли уже до маразма, что это аншюз, как Австрия. Гитлер присоединил Австрию. Проводит параллель. Кто? Профессор Зубов. МГИМО. Почему он до сих пор МГИМО преподает? Ваш вуз, кстати, Сергей Витальевич. Ваш вуз. Выгоните немедленно. Вы имеете полное право приказом вашего ректора вуза выбрать такого историка-преподавателя. Который проводит аналогии с фашистской Германией в отношении собственного руководства. И работает в государственном вузе. Зубов. Как ни статья, вот только гадость сплошная. Почитайте сами на досуге, вы увидите. Это Геббис Болотный сегодня. Он их духовный лидер. Потом они его предложат на министра культуры или на министра образования, если бы им удалось когда-либо власть у нас захватить. Поэтому, конечно, событие радостное. Надо, чтобы историки хорошо работали, юристы хорошо работали. И никогда государство не кладите под монархию, под коммунистическую идею, под религиозную идею. Только национальная идея побеждает. Мы все русские, кто говорят по-русски. А там можете копаться, сколько у вас какой крови. Еврейская, татарская, якутская, башкирская. Это ваше дело. Но территорию объединяет язык. Мы говорим здесь на одном языке. А национальность может быть самая разная у вас. И экономика самая разная. И не надо плакаться про Крым. Это самый будет богатый регион. Потому что мы там все будем отдыхать теперь. Я в Артеке не был, вылезать не буду оттуда из Артека. Советская власть мне ни разу путевку не дала. Я не буду там все лето сидеть. Каждый год в Артеке буду сидеть. И не пущу туда ни одного коммуниста. Ни одного коммуниста. За всю мою загубленную молодость. За мое пионерское лето. За пионерский гадстук. Вы свою матью для посылок. Спасибо, Владимир Владимирович.